Девушки отдыхают Над вопросом создания сверхчеловека бились еще немцы во время Второй мировой войны. Известно, что до сих пор военные проводят эксперименты, чтобы увеличить выносливость солдат и сделать их бесстрашными и неуязвимыми. Результаты некоторых опытов до сих пор просто ошеломляют. Смотрим. Этот человек воевал в Афганистане. Он скрывает свое лицо, потому что то, что он нам рассказал, российские военные держат в секрете. По его словам, в Афганистане на солдатах испытывали препараты, которые делали наших бойцов более выносливыми и агрессивными. Притупляли чувство боли и страха. В аптечке это все есть. Пару ампул промедола. Этого достаточно. А что это за средство? Это обезболивающее. Сильно обезболивающее. Когда солдат получал тяжелое ранение, он вкалывал себе промедол. И даже самая чудовищная боль отступала, и человек не умирал от болевого шока. Действует это средство несколько часов. Но у него есть обратная сторона. Промедол ухудшает зрение. Поэтому снайпер, каким бы бесстрашным он не стал после применения этого препарата, не сможет качественно выполнять свои задачи. Кроме того, промедол может вызвать галлюцинации. Промедол, он блокирует наши чувства, он блокирует импульсацию. То есть человек впадает в некую эйфорию. Ему все хорошо, ему все радостно, ему все весело и все замечательно. То есть под промедолом человек может под обстрелом встать в полный рост, и ему ничего не будет бояться. То есть человек теряет чувство страха. Во время войны в Афганистане военная медицина занималась активной разработкой психотропных веществ. Причем для разных климатических условий медики разрабатывали разные составы. То, что пойдет на пользу солдату, который воюет в средней полосе, может навредить пустыню. Перед вводом советских войск в Афганистан был разработан специальный комплект препаратов для горной местности. Когда наши войска входили в Афганистан, им раздавали комплекты для действий в горной местности. Другое дело, что военнослужащие старались ими не пользоваться. В войсках ходили легенды о страшных побочных эффектах. Ученые США тоже разрабатывали разные стимуляторы для солдат. Многие препараты испытывали сначала во Вьетнаме, а потом во время операции «Буря в пустыне» в Ираке. Спецпрепараты делали американских солдат агрессивными и бесстрашными. Такие стимуляторы были созданы на основе амфетамина. Это взять надо человека, поставить его передо львом, и вот на него лев готовится броситься. Вот что у человека внутри, то же самое делает амфетамин. У него расширяются зрачки. Для чего? Чтобы человек лучше как бы видел и лучше это все воспринимал зрительно. У него обостряется слух. То есть этот человек превращается в такую вот машину, готовую к какому-то действию. Амфетамин стал новым словом в военном деле. Он усиливает все реакции организма, обостряет слух и зрение, позволяет не спать около двух суток и при этом не чувствовать усталости. Во многих армиях мира амфетамин сочетают с психостимуляторами. Получается двойной эффект. Амфетамин улучшает физическое состояние солдата, а психостимуляторы направляют его поведение в нужную сторону. Например, усиливают агрессию, что необходимо во время боя. Вот вам и идеальный солдат, который не знает боли, усталости и не нуждается во сне. Но у таких препаратов есть главный минус. Они вызывают быстрое привыкание и сильно истощают организм. И человек уже, вот что он чувствовал при приеме амфетамина, он это диаметрально-предположенно чувствует. То есть он постоянно спит. Он не может вот выспаться, он спит, спит, спит. Ему каждое движение причинает там, ну, каждое движение в тягости. Каждое движение может причинять какую-то боль. Вот. У него нет никакого вообще настроения, потому что он понимает, что с ним что-то не так. Секретные препараты, которые применялись в армии США во время различных военных операций, породили немало слухов. Вот скандальные фотографии. На них американские солдаты издеваются над пленными жителями Ирака. По факту этого ЧП провели экспертизу. Выяснилось, что солдаты были под действием сильных психостимуляторов. Очень много скандалов было и после Вьетнамской войны. Тогда на солдатах тоже испытывали разные таблетки, чтобы побороть усталость и боль. В итоге многие ветераны Вьетнама вернулись с войны наркоманами. К этим антидепрессантам возникала привязанность своего рода. И уже после того, как срок службы заканчивался, ветераны продолжали требовать приема той же самой, того же самого препарата. И не получая его, старались добыть его любой ценой. Вплоть до всплесков воровства у себя на родине, нападений и грабежей на аптеке. Такие случаи зафиксировали. Попытки создать универсального солдата начались еще в прошлом веке. В Первую мировую войну в армиях всего мира использовали в основном морфий. Он позволял успокоиться и снизить чувство страха. В армии Франции солдаты изобрели свой стимулятор. Добавляли в шоколад порошок ореха коки. Это позволяло пройти за день 60-70 километров быстрым маршем без привалов. К 40-м годам военные многих стран подготовились более тщательно. Именно тогда широкое распространение получил амфетамин. В России его называли спиритин. А в Германии было свое средство – первитин. Эти препараты выдавали летчикам, морякам и штурмовым отрядам. Тем, на кого ложится повышенная нагрузка. Известны случаи из воспоминаний ветеранов, когда доходило до того, что принявший большую дозу, немножко больше положенного, дозу первитина немец, мог идти в атаку с оторванной конечностью. Абсолютно на это не обращая внимания. Обращал внимание только, когда говорили товарищи. Сегодня исследования ведутся в специальных центрах, но все разработки военных медиков строго засекречены. Правда, нам удалось узнать, что новые средства получают на основе все того же амфетамина и первитина, которые известны еще со Второй мировой. Эксперты говорят, что уже удалось избавиться от главного недостатка этих препаратов – привыкания. Зато остальные свойства этих стимуляторов усилены в несколько раз. Ходят упорные слухи о том, что существуют препараты, которые настолько подавляют болевой шок, что человек, даже имея смертельное ранение или получив смертельную дозу радиации, тем не менее продолжает довольно продолжительное время участвовать в боевых действиях или же, по крайней мере, заниматься какой-то активной деятельностью. Подобные препараты сейчас, опять же, по слухам, поступают в части, в первую очередь, конечно, спецназначения. Это морской спецназ, это спецназ ГРУ, это разведанные подразделения ВДВ, ну и известны отдельные случаи, опять же, по слухам, появления таких препаратов в частях ОМОНа, в частности, во время введения боевых действий на территории Чечни. Ну что ж, остается только добавить, что тот, кто первым создаст армию универсальных солдат, тот и станет практически непобедимым.